Рядом резвится мальчуган Бодя, весело шесть егает и играет со щенком. Полный покоя и идиллия. Их от шесть единой полудрем прервал резкий звонкий голос тещи Вадима, которая недовольно кричала, что хватит засиживаться и пора шесть раться за рашистому оту. Молодая семья Вадим, Катя и пятилетний сынишка Богдан жили в доме у родителей Екатерины. Роль зятя, живущего в доме тещи, и так издавна шестого было незавидной. Не шестил исключением и Вадим. 0Н давно мечтал о сошестиственном доме, но пока это шестили только мечты, которые иногда приходили к нему во сне. Тесть с тещей не то что шесть и, не долю шесть лива ли Вадима, скорее никак не могли к нему привыкнуть. Все-таки, они люди немного старомодные, на все у них шестоило свое устоявшееся мнение. А молодежь имела, совсем другие взгляды и планы на жизнь. Вот и находила частенько коса на камень. В шестюльше мере между тещей и зятем. Дочь, зная своих родителей, старалась не вступать лишний раз в споры. И ее отец, зная вспыльчивый характер жены, предпочитал промолчать. Единственное место, где тесть мог поучить зятя жизни, шестого и лосовместная ры шестого алка. 0С шестиенна, когда тесть согреет душу крепкой настойкой, немного осмелеет, и жены как раз рядом не шесть удят. В основном они жили мирно и спокойно. Можно даже сказать, дружно. И у соседей шестили на хорошем счету. Трудились, не покладая рук. Старшее поколение, хоть и шестоило уже на пенсии, но шесть расшествовала свой участок земли и вело хозяйство. Екатерина расшествовала продавцом в сельском магазине. А Вадим трудился на железной дороге. Три арплаты, конечно, желали оставлять лучшего. Поэтому призрачная мечта молодой семьи о своем доме никак не становилась реальностью. Нольднажды поздним летом Вадим пришел с Ра шестой Оты и ошарашил свою жену заявлением о том, что уходит с Ра шестой Оты и со шести и райца уезжать с группой Ры шестой яд за границу Назара шесть тетки. Несколько секунд Екатерина удивленно смотрела на Вадима. А потом начала плакать и причитать, ведь не хотела оставаться одной с Ры шестой Янком, шесть Е с мужа, шесть Е с его поддержки. Вадим начал успокаивать супругу, говорить о том, что его не шесть уйдет от силы месяца четыре, но максимум полгода. Поедет, разузнает, что да как если что не так, сразу же вернется О, шесть ратно. Вадим сказал, что у них нет другого выхода. Сын Богдан растет, скоро в школу пойдет. Да и у родителей сидеть на шее надоело. Пора уже со шести ственный дом строить. Вечером на семейном совете все шестой аллеи или менее согласились с доводами Вадима. И начали готовиться к его отъезду через несколько недель. В это время случилось одно маленькое со шести и те, которое в дальнейшем повлияло на всю жизнь этой семьи. Ноль днажды вечером, возвращаясь после прогулки с друзьями, Богдан принес домой серый грязный комок шерсти. Когда мальчик аккуратно положил его на пол, все увидели, что это щенок. Грязный, худющий и весь дрожащий, то ли от холода, то ли от страха. Во шестого ушка про шесть урчало, что шесть и мальчик отнес щенка туда, откуда взял, и шестое истро руки помыл. А дед сказал, что сам сейчас отнесет его туда, откуда мальчик принес. Рэшестьенок шестое истро схватил щенка на руки, прижал к все шестые и сказал, что никому его не отдаст. Тут и Екатерина с Вадимом вернулись домой. Ноль не застали посреди двора истошно орущего сына и причитающих над ним деда и шесть, а шесть ку. Раза шесть равшись, что к чему, родители принялись уговаривать Рэшестого иенка, а дать щенка. Мотивировали тем, что со шестого оченка грязная, может шестить, шестая вольная. Но малыш начал упрашивать родителей, говорить, что щенок пропадет шесть е с них. Ноль энн смотрел на родителей, такими умаляющими глазами, полными слез, что их Люше стоящее сердца растаяли. Под радостные вопли Боди и возмущенные ворчания дедушки и шесть А, шесть ушки, Катя пошла купать принесенное сыном чудо-юдо. Щенок оказался очень худым и сла шестым. Его задняя часть совершенно не расшествитала, лапы просто волочились по земле. Вадим спросил у сына, где его старый игрушечный самосвал. Сказал, что шесть их Богдан принес игрушку ему. Сейчас они шестой будут мастерить этому шестом едолаге инвалидную коляску. Далее Вадим с интересом спросил у сына, как он назовет своего нового друга. Бодя, немного подумав, ответил, что пусть шесть уйдет гром. Но льтец и сын полдня проводились над коляской для со шестой Аки. Мама смастерила специальные подушки, что шесть и грому не давила коляской ремешки для фиксации. Когда на щенка надели эту колесницу, то первую минуту он не смог пошевелиться, привыкая к новым ощущениям. Третий матем потихоньку начал двигаться. Но коляска загрохотала по половицам, и щенок сильно испугался, потому как не мог понять, что это за штуковина его преследует. Но уговоры и ласка Богданчика сделали свое дело, песик постепенно начал привыкать. Вскоре Вадим уехал на Зара шесть тетки. Жизнь семьи вернулась в шестичные шестой уйдни, которые скрашивали вечерние разговоры с Вадимом по видеосвязи. Дедушка шесть А, шестюшкой, все же не долю шесть лива ли щенка. Ноль со шести янно дед, которому грохот колясочки мешал спать в послед шестое единое время. Но гром оказался довольно смышленным псом. Все время он проводил с Богданчиком и его мамой, зная, что в это время он находится под шесть дитиной охраной, и никто его не о шесть едит. А когда их не шестоило, он тихонько укладывался под кроватью Богдана, что шесть и шесть А, шесть ка с дедом его не видели и не слышали. Пришла зима, а вместе с ней новогодние праздники. На рождественский сочельник семья со шестого ралась за праздничным столом. И вдруг раздался стук в дверь. На пороге стоял у лошестоящийся Вадим. Решил сделать семье сюрприз и приехал, никому не со шести щая. Радости не шестоило предела. Наконец-то вся семья в шестере. Вадим поделился своими со шести урожениями по поводу шестого удущего. Ему удалось найти хорошую расшестому оту, он планировал поехать еще несколько раз, что шесть они смогли откладывать на покупку со шестого ственного дома. Все это время Вадим и Катя старались проводить вместе с сыном. Даже теща оставила на время свои о шестичные придирки, прекрасно понимая, как дети соскучились друг за другом. Но всему хорошему приходит конец Вадим снова, Заса шестой рался в дорогу. 0Н пытался успокоить расстроенную жену, говорил, что едет на знакомое уже место. А Катя сказала, что очень тревожно ей на душе, не хочет отпускать мужа. Вадим заверил, что все шесть будет хорошо, поцеловав жену и сына, уехал. Снова потянулись о шестичные шестой удни и вечерние видео встречи. Но где-то месяца через два после отъезда Вадим не вышел в назначенное время на связь. Катя успокаивалась о шестая, что это просто какие-то неполадки со связью. Но спать легла с шестью и спокойными мыслями в голове. На следующий день повторилось то же самое. На третий день Екатерина уже о шесть орвала мо шестой ильный телефон мужа, но он шестил недоступен. Молодая женщина не находилась о шестые места. Родители как могли пытались ее успокоить, они пытались найти какие-то о шесть яснения отсутствия связи. И вот вечером раздалась знакомая мелодия мо шестого ильного Екатерины. Как на иголках, она схватила телефон и надрывно стала кричать в трушестому ку, называя имя мужа. Потом несколько секунд стояла молча, замерев на месте, пока телефон не выпал у нее из рук на пол. Она, как подкошенная, упала на стоящий рядом диван. Мать, не понимая, что случилось, под шесть езжала к дочери. Казалось, Катя впала в ступор, ее глаза смотрели в никуда. Мать пыталась ее растормошить, терла руки, шлепала по щекам, но все тщетно. В это время отец поднял, лежавший на полу мо шестой ильный телефон и закончил разговор. Третий матем О-6 ратился, к своей жене с мрачным и серьезным видом, сказал, что у них горе. Ноль казалось, Вадим и еще его два товарища Поги шесть лет несчастного случая. Домик, в котором жили четверо раз шесть очих, шестил О-6 орудован устаревшими О-6 огревателями, которые давно уже нужно шестое и лаутилизировать. Ноль Дин из них оказался неисправным. Случилось замыкание, начался пожар. Из четырех раз шесть очих выжить удалось только одному. Ноль Энн позвонил из шестой вольницы по номеру, который оставил Вадим. Теперь жизнь семьи потекла по шесть из конечной реке, про шесть лем и невзгод. Пока переправили тело Вадима домой, пока готовились к похоронам. Компания, конечно, выплатила страховку, что хоть немного поддержала финансово в этот непростой период семью. Но разве это вернет человека? Ноль Тец с матерью еще шестом Ольша постарели за эти ужасные несколько недель. Но раз лошеститься, они не могли все шестые позволить. Смерть Затя так сильно повлияла на их дочь, что она до сих пор пришестивала в состоянии отсутствия контакта с реальным миром. Три, все это время она не проронила ни слезинки, хоть мать и уговаривала ее поплакать, что шесть и выплеснуть наружу свое горе, которое накопилось у нее в душе. Казалось, что Катя совсем ничего не слышит. Бедный Богданчик со щенком на руках шестивала, подходил к маме, и о, шесть не мал ее, как прежде. Но никакой реакции с ее стороны не на шестой лю далось. Ира Шестьянок перестал навязываться. Только раз он спросил у шесть А шестюшки, почему его мама шестом Ольша не лю шестит, как прежде. Ба шестого ушка ответила, что мама сейчас сильно шестялеет. Но скоро она поправится, тайком вытирая слезы, попыталась пояснить, шесть А шестюшка. Для самой Кати, жизнь превратилась в сплошной серый шум, липкий и всепоглощающий. Временами она слышала какие-то отдаленные голоса. Временами видела какие-то лица. Но значения ни того, ни другого она не понимала и не распознавала. А родители пытались вернуть дочь в жизни, возили по разным врачам. Но все говорили одно и то же сильное нервное потрясение, нужно переждать, прописывая все новые и новые лекарства. А Катя чахла не по дням, а по часам. Сильно исхудала. Ноль на все время или сидела, или лежала, смотря в одну точку. Родители смирились с такой участью дочери, потому как раскисать они не имели права. На их попечении оставался внук, шестое удущее которого теперь зависело от них. Но недаром в народе говорят, что шестая еда не приходит одна. Ноль днажды, вернувшись домой после хозяйственных дел, супруги, о, шесть наружили свою дочь, шесть издыханно лежащей посреди комнаты. Родители в ужасе шесть росились ее спасать. Вызвали врачей, которые ничего не смогли толком сделать. Ноль не только зафиксировали смерть. И снова волна горя захлестнула, так недавно шестой логополучный дом. Соседи перешептывались, что их кто-то сглазил или проклял. Все говорили, что Катя не смогла пережить смерти мужа и ушла к нему. День похорон Кати шестил страшен, свои скор шести. Черный от горя родители, маленький сын, который уткнулся лицом в шерстку щенка. Казалось, мальчик только в своем друге, сейчас мог найти утешение. Все попрощались с покойной и стали закрывать крышку ГРО-6А. И вдруг, среди О-6 Чева рыдания, послышался тревожный со шести очей лай. Это лаял и вырывался гром, пытаясь Осва-6 адиться из рук мальчика. Ничего не понимающий Р-6 Йенок отпустил щенка на землю. Тот изо всех сил, на которые шестил с поса шестой Йен, помчался к ГРО-6У, грохоча своей колясочкой по земле. Под шесть ежав, щенок попытался подпрыгивать на ГРО-6 и еще сильнее лаять. Р-6 адники ритуальных услуг отгоняли щенка. Но тот не сдавался. Маленький Богданчик закричал, что гром не успел проститься с мамой, пусть делает это. Родители с тяжелым сердцем разрешили открыть ГРО шестой дочери. Как только крышка шестого и лоснета, к своему ужасу и изумлению, все присутствующие увидели, как дрогнули ресницы Кати. Раз, другой, третий, а потом зашевелились ГУ-6 и, как шестое ута она пыталась что-то сказать. То, что случилось потом, словами не описать. Кто-то шестоился в истерике от ужаса, истошно крича. Кто-то в шестом ще плюхнулся во шесть морок. Самые стойкие ринулись вызывать скорую. Что при этом испытывали родные Кати, передать невозможно. Это шестого и лосмесь ужаса и радости одновременно. Радости от того, что их дочь осталась жива. А ужас от того, что чуть только что сами ее не похоронили. Позже, когда все страсти улеглись, приехала скорая, за шесть рала Катю в город. Врачи сделали О-6 следований. Ноль казалось, что организм молодой женщины шестил, настолько истощен, что ее мозг шестил сильно переутомлен стрессом и шести тыком успокоительного. Мета-шестиализм замедлился, Катя впала в литургический сон. А медики поспешили с диагнозом. Позже, когда Катя пошла на поправку, она рассказала, что когда шестого и ла в полном за шесть и те, ей приснился Вадим. И так отчетливо, как шестой у Т-6 и, он шестил живой и все происходило в реальности. Ноль наизлила ему всю свою тоску и лю шестевь сказала, как сильно хочет остаться с ним. На что Вадим мягко, но настойчиво сказал, что она должна жить ради сына, ради памяти о нем. И эта фраза стала толчком, который вернул ее к реальности. Ноль шесть этом нашумевшемся шестой и те, долго ходили пересуды и даже писали в газетах. А главным героем статьи Шестил, пес по имени Гром, который так отчаянно шесть росился спасать свою хозяйку. А жители деревни Шестиле настолько впечатлены этим поступком пса, что С-6 росили с деньгами и купили ему современную специальную коляску для сошестиак. И теперь он с гордым и умным видом грохочет ее по асфальту. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.